Юбилейную золотую программу жители и гости Сочи ждали. На премьеру пришло много зрителей. Золотой сезон вобрал в себя множество интереснейших профессиональных номеров. Некоторые из них можно назвать действительно уникальными. Насыщенная разнообразная программа не оставила никого равнодушными. Понравили зрителям и клоуны. Классика цирка всегда остается актуальной. Этим вечером детей и их родителей смешила целая клоунская семья. К слову, у них это получилось. Они же продемонстрировали мастерство дрессуры. Казалось бы, обычные домашние кошки, а как вписались в цирковую программу. Некоторым из зрителей удалось и самим стать участниками шоу и подрессировать животных. В антракте зрители делились впечатлениями. Цирк нам очень нравится. Дети вообще в восторге от акробатов, от животных. Я думаю, что на следующем акте будет еще интереснее, еще лучше красочнее представление. Много животных мы ожидаем вообще, потому что ребенок очень любит животных. И вот на сцене смешанная группа хищных животных. Тигры, пантеры и леопарды. Аттракцион «Баронет» уже известен во всем цирковом мире. Артисты Широкаловы успели завоевать множество наград на всевозможных цирковых фестивалях. Исключительно от дрессура сложный и захватывающий сюжет. Широкаловы со своими хищными артистами уже покорили сердца европейских зрителей. Долго выступали в цирке Никулина в Москве. По России не гастролировали. Такой опыт у них первый. Признались, получилось не все гладко, однако поведение непредсказуемых животных оценили на пять. Тренировки, репетиции, плюс хорошая школа. Школа династии запашных. На то, чтобы совместить этих животных, потребовалось 8 месяцев только в манеж соединения. Я не говорю уже о четырехгодовалом репетиционном периоде. Возможно, что в ближайшее время в номерах будут задействованы и новые хищники. Молодые пантеры, леопарды. Выход на арену в Сочи станет для них дебютом. Следующее выступление состоится 25 сентября. В дальнейшем выступать артисты будут по выходным, вплоть до 19 октября.